Обычно я задаю этот вопрос людям Жизнь, она проверяет тебя на твою гибкость И очень много было моментов, когда двери закрывались Наверное, больше всего горы на меня влияли Потому что мне интересно узнать свои границы Это серия Марта, боже мой, почему эта песня не записана А бомбу мы вынашивали Мы часто не замечаем призрачную красоту жизни Это опять же, какие-то люди встречаются в цепочке событий Я говорю, да ты что, конечно, я уже, вот у меня чемодан собран А ты делаешь, потому что ты не можешь это не делать Я вот почему-то не позволяла себе вот это совершить Вот эти несколько секунд, они тебя так заряжают Вот вся жизнь превращается в какой-то нескончаемый марафон Я училась свободе Я училась тому, чтобы стать собой И я себе позволила очень многое из того, что не позволяло, наверное, всю жизнь Ты знаешь, порой мне кажется, что оно просто рядом со мной И, наверное, его не надо искать Это некий источник внутри тебя Который периодически наполняется каким-то сверхпламенем И тогда ты чувствуешь вдохновение И эти моменты, они, знаешь, это как улетающая птица И их нужно ловить Они периодически посещают И в эти моменты ты прям вот живешь, ты кайфуешь Я стараюсь их просто принимать Это то, чему я учусь в последнее время Жизнь, она же не может быть постоянно одинаковой, да? Все время что-то меняется Бывают моменты, когда тебя прет просто энергетически Это как фонтан Ты излучаешь свет, энергию А бывает, и это нормально Кстати, после каких-то больших проектов масштабных Ты, наоборот, чувствуешь вот этот спад И тебе нужно как-то запитаться Как говорил один мой друг Перезарядить свои батареи Вот, поэтому я их принимаю Я просто пережидаю Зная, что состояния сменяются Это, естественно, как сезоны, как времена года Магия момента Подожди, был такой фильм классный Сейчас я забыла название Призрачная красота Вот, с Уиллом Смитом Может быть, я посмотрела его И что-то навеяло вот это состояние Там говорилось о том, что мы часто Не замечаем призрачную красоту жизни Мы просто живем, бежим куда-то Стремимся к достижениям постоянным И вот вся жизнь превращается В какой-то нескончаемый марафон С одной стороны, это классно Но с другой стороны Ты не замечаешь в этой погоне Каких-то простых мелочей Вот, задай себе вопрос Давно ли ты смотрела на небо? Ну, понятно, что в Москве оно часто хмурое Сейчас зима Но все равно бывают дни Помнишь, когда мы писали с тобой фрагменты для клипа? И вдруг случился такой фантастический рассвет И вот это и была та самая магия момента Когда эти несколько секунд А они тебя так заряжают Такое тебе дают настроение Ты настолько кайфуешь И ловишь вот это чувство прекрасного Как раз то, о чем мы говорили Что смысл в жизни, в самой жизни Очень часто, да, люди ставят какую-то цель И не придают процессу должного значения А потом вдруг выясняется, что процесс По накалу страстей, скажем так Гораздо, не знаю, пригушает, да По эмоциям, все остальное То есть цель она раз И все, ты галочку поставил А вот процесс, как это создается Как ты этим проживаешь Вот это прям круто Ты знаешь, мне хотелось в этом клипе Показать ход времени Течение времени И так классно мы придумали эту концепцию Стихии Там у нас есть и огонь Есть вода Есть песочные часы Это такие символы времени Они очень классно передают, на мой взгляд Вот это вот настроение Это состояние Вообще, то, к чему я пришла за последнее время Это то, что жизнь, она действительно, да Проверяет тебя на твою гибкость Постоянно что-то меняется И ты либо такой идешь на пролом Ломишься в стену, а там закрыто Либо ты оборачиваешься и видишь Тут еще дверь есть Тут еще дверь Пойду постучусь, да И вот это очень круто Быть мобильным, быть гибким И позволять себе видеть какие-то новые перспективы Потому что вот эта вот какая-то узколобость Не знаю, как еще это можно назвать, да Она мешает двигаться, мешает расти Фактически нужно стараться быть гибким Таким, там, flexible Текучим, что ли Опять же, в этом есть магия момента Это то, чего мне хотелось Мне очень хотелось показать то, что необязательно Нам нужны огромные ресурсы, чтобы сделать что-то идейно качественное Понятно, что можно там Если у кого-то есть такие бюджеты Это очень круто И мы рады за этих людей И, наверное, если бы у нас были такие бюджеты Мы бы тоже это использовали Но мы использовали то, что у нас есть Те ресурсы, которые у нас есть И у меня всегда мама говорила такую фразу в детстве Используй то, что под рукой И не ищи себе другое И в этом есть тоже глубокий смысл Когда ты пользуешься Вот берешь то, что у тебя есть Не усложняешь А наоборот, как бы радуешься тому, что у тебя есть Ты это ценишь И из этого что-то создаешь То есть ведь можно из простых вещей Создать что-то интересное и глубокое Это то, как я считаю Сто процентов Знаешь, моя бабушка всегда говорила такую фразу Настроение мы создаем себе сами И это то, что она вложила в нас с детства И это был для меня огромный-огромный пример Человек с невероятной силой воли И она всегда собирала вокруг себя огромное количество людей Она заряжала их своей энергией Есть такие люди, как прожектора От них вот идет какой-то сильный энергетический посыл И все хотят немножко подпитаться этим светом Скажем так И, конечно, приятно окружать себя тоже такими людьми Веселыми, жизнерадостными От окружения, правда, много что зависит Потому что, когда ты находишься в каком-то приподнятом состоянии И ты делишься этим с тем, кто рядом с тобой Ты, конечно же, хочешь слышать слова поддержки И очень важно, когда тебе не обстригают крылья Вот этими огромными ножницами А наоборот говорят Действуй, пробуй Это твое У тебя получится Это заряжает От этого очень много зависит жизни То есть, если ты этого не слышишь Ну, ты должен быть действительно очень сильной личностью Чтобы с вот этой своей силой воли идти вперед Хороший вопрос Знаешь, у меня тоже Я не буду говорить, что я всегда там на суперпозитиве И солнце мне всегда светит Хотя есть в одной моей песне фраза Мне солнце светит в глаза Но оно не всегда, конечно же, светит Бывают разные периоды И мне, как человеку творческому свойственна смена состояний То есть, я не хочу, чтобы, знаешь, наше интервью получилось таким вот прям сахарным Бывают разные состояния Бывают дни, когда классно, позитивно, ярко, весело Бывают дни, когда ты чувствуешь всю боль мира И тебе очень тяжело Как будто тебя придавливает к земле И в такие дни очень важно не поддаться этому состоянию Потому что очень легко провалиться в состоянии грусти, депрессии И потом очень сложно оттуда выгребать себя Это просто надо брать за шкирку и вытаскивать себя И я стараюсь принимать, опять же, то, о чем мы говорили Принимать эти состояния То есть, не всегда ты можешь быть ресурсным Не всегда ты можешь быть сильным Ты можешь проснуться, чувствовать себя слабым Чувствовать себя каким-то, не знаю, не таким И это нормально Это надо просто пережить Переключаться на какие-то простые радости Не знаю, сварить вкусный кофе Позавтракать, не знаю, посмотреть какой-нибудь классный фильм У меня есть один любимый фильм Один из Он называется «Эльза и Фред» И вот всем, кто не смотрел, я очень рекомендую Этот фильм, он испанский Он почему-то совершенно не раскручен у нас в России Но он настолько яркий, он настолько жизненный И, опять же, там история связана с Италией К чему я очень всегда неравнодушна Я жила в Италии, училась И это такая частичка меня Вот О чем был вопрос? Я ушла куда? Что делать тебе счастливой? Что делать меня счастливой? Я ответила на вопрос? Я старалась Не уходить в негатив Конечно, как у всех, я думаю, да Понимаешь, идеальных людей нет И мы все стремимся Да, как сейчас модно говорить Стать лучшей версией самого себя Но если бы все люди были идеальны Они бы были приравнены К, не знаю, к Богу, да? А нам очень далеко Очень большой путь вообще До какого-то совершенства До того, чтобы стать лучше И вот я понимаю, что Особенно мое мировоззрение Поменяли горы в Гималайи, да? То, что я месяц провела в Гималаях Мы поднимались к базовому лагерю Эвереста Я несколько путей Сантьяго прошла И больше, там Ну, в среднем около тысячи километров пешком Я каждый раз начинала одна И, знаешь, я порой себя специально Вынимаю из зоны комфорта И вот ставлю в такие непростые состояния А в первую очередь психологические, да? Потому что мне интересно узнать свои границы И мне интересно, ну, как-то закалить себя, да? Стать сильнее, что ли И вот эти все путешествия Они очень сильно на меня повлияли То есть я по-другому стала смотреть на мир И на многие события То есть если раньше я, там, нервничала в этих пробках бесконечных Не знала, как вот Ну, то есть я, как человек творческий Я достаточно эмоциональна, конечно, да? Может, на первый взгляд это так не покажется Но все эти странствия, они меня закалили Я к этому иду разными дорожками Меня ведет, наверное, сама жизнь К поиску и открытию духовности У меня есть, кстати, татуировка на шее Где написано «Баланс» И я очень стремлюсь к этому состоянию И какой путь? Ну, вот опять же, то, что я тебе сказала Выходить из зоны комфорта Как бы избито это не звучало Наверное, больше всего горы на меня Повлияли и произвели впечатление Когда мы были там в Гималаях Среди этих вершин Среди высоких гор И когда я видела вот Эверест Своими глазами Знаешь, такие моменты понимаешь Что ты такая песчинка Ты просто такой маленький На фоне вот этого океана жизни И ты учишься в этих сложных условиях То есть там, допустим, не было воды Не было там какой-то привычной еды Я уже не говорю про все остальные вещи Про горную болезнь и так далее И ты во всех этих состояниях Ты все равно учишься видеть хорошее То есть да, можно там пойти в горы И говорить Здесь мне было тяжело Тут я там неделю не мою голову И так далее, да? А ты говоришь Ребята, я видела вот эти горы Я дышала этим воздухом И как друзья меня спрашивают Если бы можно было повторить Ты бы пошла второй раз? Я говорю, конечно бы пошла И это очень заряжает на самом деле Море, океан Не знаю, там погладить кота Какие-то такие вещи, да? Связанные с любовью С природой Природа очень заряжает Это то, к чему я пришла, да? Вот хочешь как-то напитаться Нужно быть ближе к природе И это и заземляет, и дает силы И ты в эти моменты начинаешь слышать себя Очень важно вообще научиться слышать Свой внутренний голос Не жить чьими-то целями, чужими, да? А слушать себя Ведь у каждого человека свой путь Своя дорога И бывает так, что ты к чему-то Очень сильно стремишься У тебя не получается И можно сдастся, да? Можно сказать Ну, не получается Все, не буду пробовать Вот три раза попробовал Не получилось не мое А можно сказать Ну, ты знаешь Вот может сегодня Там не мой день Может я еще там не доросла Может нужно что-то еще сделать К чему-то прийти Что-то пройти Как-то себя изменить Свой взгляд на какие-то вещи И тогда у тебя появятся шансы Прийти к тому Что ты действительно хочешь Поэтому я считаю Что нужно всегда пробовать И делать так Ну, делать не ожидая чего-либо Я раньше ждала Я Знаешь, несколько раз Меня и в голос брали И фабрику звезд Я прошла кастинг Среди этой тысячной толпы И очень много было моментов Когда двери закрывались Вот уже, вот Ты уже ногу прям занес Тебя так раз И прихлопнули И ногу твою зажало В переносном смысле, да? В такие моменты ты думаешь Господи, ну для чего вообще Все это было? Я так старалась Я так туда шла Меня раз и отфутболили Но спустя время Ты понимаешь, да? Что в каждой ситуации Есть некий смысл И главное Продолжать верить То есть очень важна вера В себя Вера Ну, вообще В помощь высших сил И ты делаешь И ты делаешь не потому Что ты ждешь Какого-то офигенного результата Да? А ты делаешь потому Что ты не можешь Это не делать Это твоя жизнь И ты от этого кайфуешь Это тебя радует Это делает тебя счастливым И именно поэтому Ты этим живешь Это очень глубокий вопрос Потому что здесь остановиться И написать книгу И жизни не хватит Ты знаешь Я стараюсь Особенно в последнее время Не строить каких-то ожиданий А просто жить Вот здесь и сейчас И радоваться тому Что у меня есть И бывают дни Когда Ну, мне сложно Как и всем людям И Бывают дни Ты встаешь И думаешь Ну, зачем вообще Сегодняшний день Что там Что он мне готовит И в такие моменты Я беру Белый лист бумаги И пишу себе Большими такими буквами Спасибо Богу За этот день Спасибо за то Что он есть И когда ты это читаешь Ты думаешь Вот смотри У тебя же есть все Да? Ты там Здоров У тебя есть какие-то идеи Иди и делай Иди и твори И поэтому Наверное Самое главное Не переставать верить Я думаю Так Любить С любовью Относиться к миру И он Ответит тебе Взаимностью Потому что Все то Что мы Вкладываем Оно конечно Всегда возвращается То есть Не множить зло А наоборот Быть Таким В этой цепочке Событий Да? Она такая Масштабная Мировая Быть наоборот Таким плюсиком Что ли Потому что Ты плюсик Сделал кому-то Этот человек Получил импульс Он тоже кому-то Этот плюсик Передал И пошло 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 Да? Как есть фильм Такой опять же Плати вперед По-моему называется Или заплати Да Заплати другому Да Там эта идея Хорошо передавалась Да? Да Ты знаешь Я Ну Эта песня Во-первых Она очень быстро Ко мне пришла И Я хочу сказать Что я являюсь Проводником То есть Ко мне именно Приходят песни Часто так бывает Что я сажусь За пианино В основном Приходит и музыка И слова Одновременно И Потом Когда я все это Записываю Я это Переслушиваю Перечитываю Текст И Только тогда Приходит Осознание О чем вообще Эта песня Это очень Интересный Увлекательный Процесс Вот И с этой песней Все было очень быстро Я загорелась Ей Я сразу Позвонила Своему Другу С которым Мы пишем Все Песни Андрею Звереву И Вообще Я хочу Пару слов Сказать про Андрея Мы У нас Шикарное Взаимопонимание На музыкальном Уровне То есть Я прихожу С каким-то Материалом С идеями Вот Мы всегда Тонко Чувствуем Друг друга В творческих Процессах И Андрей Конечно Спасибо тебе Помашу тебе Ручкой За то Что Ты помогаешь Мне в реализации Моих Творческих Задумок Вот И мы быстро Записали Эту песню В моей голове В принципе Уже было Все это Звучание Как это Должно Быть И Конечно Когда Она уже Была В записи Мне Очень Захотелось Снять На нее Клип Не на Все Песни Бывает Вот это Чувство И Здесь Я искала Режиссера Оператора И Нашла Тебя И Так интересно Что мы практически Не были знакомы Так поверхностно Но Было сразу Какое-то чувство Знание Что Вот мы На одной волне Что все будет Классно Мы совпадем И Это лишь Подтвердилось Нашим процессом Съемок Было Очень легко Было Очень Весело Мы Экспериментировали Мы Были Очень Гибкими Несмотря На какие-то Обстоятельства Потому что Я и заболела Накануне И Нам пришлось Убирать Крупные планы Да Как-то Выкручиваться У меня Вообще Не было Ни голоса Ничего Но я Как-то Собрала Себя В кучу И Особенно В моменте Танца Не знаю Я там Как-то Полностью Отключилась Мне было Настолько Хорошо Я даже Не чувствовала Этой болезни И Была Самой Собой В этот момент Поэтому Хочу сказать Тебе большое Спасибо Саша За За то Что ты Такой Легкий Человек С тобой Было Очень Приятно Работать И я Уверена Что Клип Получится Именно Таким Каким На что Мы его Зарядили Спасибо Спасибо Вообще Хочу сказать Что Вот этот Год 2019 Был Очень Ярким В моей Жизни И Я себе Позволила Очень Много Из того Что Не позволяло Наверное Всю жизнь Были Какие-то Вещи Которые Мне Казались Недосягаемыми Почему-то Я себе Их Запрещала Делать Сейчас Я Абсолютно Не понимаю Почему И Я хочу Сказать Что Этот Год Я Училась Свободе Я Училась Тому Чтобы Стать Собой Просто Быть Собой Так Как Ты Чувствуешь Так Как Ты Себя В этом Мире Ощущаешь Первым Кирпичиком Переменам Стало Знакомство С режиссером Радой Новиковой Мы Решили Ну История Была Следующая У 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 Песен Записанных В Стол Лежащих Где-то Под Большим Слоем Пыли Я Почему То Не Записывала И Мы Познакомились С Радой Я Решила Ей Выслать Демо Запись Песни Бомба Рада Прислала Мне Просто Какой-то Сумасшедший Ответ Из серии Марта Боже Мой Почему Эта Песня Не Записана Срочно Пишем Ее И так Дали И так Дали И она Дала Мне Вот Этот Импульс Я Пошла К Андрею Мы записывали Песню И С нее Начался Путь К переменам То есть С этой Песни Начался Альбом Который Называется Я устала Жить В Москве Было Так Интересно Что Я начала Работать Записывать Эту Песню И Потом Достала Вообще Весь Материал Который Был Сделала Такую Выборку И Родился Этот Альбом И Песня Бомба Она Получилась Такой Сильной Там Для меня Она Действительно Особенная Она Была Наверное Самая Такая Многострадальная На этом Альбоме Были Песни Которые Давались Очень Легко Одна Из Носит Название Скорая Помощь Она Вот Просто Пришли Записали Родилась Аранжировка Идея Все А Бомбу Мы Мы Много раз Меняли Меняли Аранжировку Меняли Стиль И Спорили Там Чуть не убили Друг друга С Андреем Но все-таки Пришли К чему-то Общему И Мы Решили С Родой Записать Клип Снять клип На эту Песню Она Сама Предложила В то время У нее Были Съемки Сериала В Киеве Она Говорит Ты знаешь Марта Ты Прилетишь В Киев Если я Тут все Организую Я говорю Ты что Конечно Я уже Вот у меня Чемодан Собран И Она Настолько Зарядила Всю съемочную Группу Вот этой Песней И Такой Интересный Момент Уже Значит Я прилетаю В Киев Меня Встречает Водитель И Говорит Здравствуйте Это вы Певица Марта Я такая Говорю Да Было Очень Интересно То что я Прилетела Меня знали Абсолютно Все И ребята Киевские Они с таким Энтузиазмом Подошли С такой Душой К процессу Съемок Они Нашли Пианино То есть Было Все Павильон Все 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 И Это был Классный Такой Вот Процесс Очень Самобытный Очень Легкий И Мы Все это Сняли Выпустили Клип И Предыстория Клипу Это то Что я Очень Хотела Дреды Лет С 14 Я мечтала Вот эти Вот Белые Дреды И Почему То Я Не Закрыла Этот Как Там Гештальт Да Не Закрыла Гештальт В Юношеские Годы И У меня Эта Мысль Где-то Там Сидела И Я Поделилась Этим С Радой Она Говорит Ты знаешь Давай Плите Эти Дреды Будет Офигенно Вообще Смотреться В клипе И Значит Я Настолько Переживала В день Когда Мне должны Были Плести Дреды Что Я Поставила Кофеварку Забыла Значит Налить Туда Воды И У меня Чуть Не Случился Пожар Дома То Я Почему Не Позволяла Себе Вот Это Совершить И В момент Когда Мне Плели Эти Дреды Я Так Себя Классно Чувствовала Думаю Боже Ну Почему Почему Я Себе Это Запрещала Это Же Так Глупо Вообще Ограничивать Себя В каких То Таких Детских Мечтах И Мне Их Заплели Я Помню Я Прилетаю В Минск У меня Была Там Фотосессия И Ко Мне Подходили Люди Просто На улице И Говорили А Можно С вами Сфотографироваться У вас Дреды Как У Принцессы Кхалиси А я Еще Тогда Не Смотрела Игру Престолов Я Думаю Боже Мой Кто Это Окей Google Кто Это Вот И Было Очень Забавно То Как Люди Радовались Вот Этому Моему Имиджу Вот Ну Конечно С дредами Долго Я Не Проходила Это Было Очень Тяжело Это Вообще Отдельная История Про Дреды И Как Впоследствии Выяснилось Что Дреды Снимаются Практически С волосами Поэтому На следующий День После того Как мне их Сняли Пришлось Коротко Подстричься И Это Было Знаешь Я скажу Что это Было Осознанное Решение Это Был Конечно Шок Потому Что Я Никогда В жизни Так Коротко Не Стриглась Но В этот Момент Я просто Позвонила Своему Стилисту Говорю Ты знаешь Записывай Меня на Завтра Мы Будем Меня Коротко Стричь И Мне Очень Понравилось То Как Он Сначала Подстриг Меня До Каре И Сказал Ты знаешь Я даю тебе 5 минут Я иду Сейчас Курить Если Ты будешь Готова Мы Стрижемся Короче И Вот Он Возвращается Я говорю Ты знаешь Я готова Стриги Вот И Избавившись От Вот Этих Длинных Волос Почему То У меня Было Чувство Что Я Как Знаешь Как Есть Карандаш И Его Когда Затачивают Он Обретает Свою Форму И Наверное Я Так же Ощущала Себя Как Будто Ушел Какой-то Лишний Информационный Груз И Мне Стало Легче То Мне В этом Имидже Очень Комфортно И Я Себя Так Чувствую Гораздо Более Женственной И Гораздо Более Ну Я Про себя Говорю Да Я Нужно Прислушиваться К своим Ощущениям Внутренним Нравится Так Нравится Чувствуешь Себя В этом Комфортно Делай Вот Поэтому Это все Такой Путь К переменам Которым Я Поделилась И Это Опять же Какие-то Люди Встречаются В цепочке Событий То есть В этой Песне Магия Момента Есть Фраза Знаешь Что Неслучайны Встречи Людей А Дальше Смотрите Клип Пока Черт побери Обычно Я задаю Этот вопрос Людям Хорошо Пять фактов Обо мне Я Певица Я живу Музыкой Это Очень важная Часть Моей жизни Это Пока Первый Пункт Через Текст И Через Музыку Я Общаюсь С миром Пусть Это Звучит Так Моя Коммуникация Второе Я очень Люблю Природу Я очень Люблю Горы Океаны И Мне кажется Что я Из того Типа Людей Которые Будут Там И в 70 И в 90 Лет Дай бог Дожить Как говорится Будут Чувствовать Себя Такими Первооткрывателями В некотором роде Мне очень нравится Куда-то Восходить На какие-то вершины И у меня есть Определенные Планы Но это Пока Планы Поэтому Пусть Останется Секретом Третье Я очень люблю Спорт Мне нравится Физическая Активность Это Меня Заряжает И Мотивирует И я Готова Этот импульс Тоже Передавать Другим Людям Четвертое Ну Я говорю На пяти языках Иностранных На пяти На каких Итальянский Английский Ну Свой Русский Конечно Испанский Французский Немного По-польски Это то Что мне Легко Дается Но Опять же Благодаря Тому Что Я в детстве Очень много Работала Над Развитием Памяти И Остался Пятый Факт Факт Это тяжело Ну Окей Пусть Будет Пятый Факт Я люблю Танцевать Я люблю Танцевать Я люблю Хорошую Музыку И В эти Моменты Я Перезагружаюсь Когда Я танцую Я люблю Танцевать Редактор субтитров